Тут еще мне вопрос пришел, можно ли спросить, что у нас есть из Литовского парламента, уважаемые Казимера, если мы можем спросить несколько слов, сказать вообще по вашему видению, как вещи развиваются в Литве, и какое ваше впечатление, какого надо было бы действия нам иметь. Добрый день, я член Литовского сейма, немножко расскажу, как нам видится ситуация. Тут нас, Литовцев, собралось не так уж мало, мы довольно разные, как и вы здесь, наверное, разные, и у нас здесь свои добиралы, свои системные оппозиции, несистемные оппозиции. Все было бы хорошо, но, как посчитают, что на территории Латвии живут только 2 миллиона человек, а у нас только 3 миллиона. Ясно, что мы редеем, мы уменьшаемся, как народы, и что-то надо предпринять. Я понимаю, что тут предлагаются такие редкие мысли, новые мысли, и для вас, и для нас, и могут быть и другие новые мысли, но если будет так продолжаться, что наши народы, на нашей территории будет все уменьшаться, не исключено, что придет такое время, что надо будет серьезно искать какого-то нового образа жизни. Как у вас отделаться от своей намоклатуры, и у нас намоклатура не меньше, чем у вас, и банки, и масс-медиа заняты, и большая часть политического спектра. Боремся, вы, видимо, своими способами боретесь, мы своими способами, а когда-то, может, и соединимся. Конечно, если бы все дела, все дела бы было хорошо, что наши народы богатели, умножались, то, наверное, и таких проектов не надо было бы искать, но, к сожалению, не так. Поскольку здесь новая жизнь, так примерно расскажу литовскую ситуацию, как у нас есть, как мне кажется. Ну, ваша ситуация в национальном смысле немножко хуже, чем у нас, а то идет уже со времен войны, может, не все знаете, что когда немцы отступали, то эстонцы и латыши пошли в немецкую армию, и там погибло очень много мужчин, а после войны как будто и не осталось кому идти в леса. А у нас литовцы в немецкую армию не пошли, все пошли в леса после войны, и 10 лет боролись, и, среди прочего, еще пугали русских колонистов. Так что у нас этой русской проблемы большой нет. Есть польская проблема в одной части. Политически обе страны развиваются вроде бы как одинаково, такая же номенклатура, такая же мафия, такие же выборы, только у вас, мы радуемся, что в вашем парламенте уже больше 10% есть националисты. Наши собратья, как мы здесь, в нашем парламенте, поскольку национальная проблема немножко, ну, пока еще не очень серьезно народом, так, мы так посередине. Два парламентара есть, не знаю, как в будущем парламенте, в будущем у нас выборы, но общаются с вашими националистами, и имеем договоры, чтобы вот то, что я здесь говорила, чтобы обучение на литовском и латышском языке началось хотя бы при граничных районах. Вот, факультативы были, допустим, у нас больше литовского языка, у вас где-то салтус литовского языка, хотя, но пока еще не очень много сделали, расскажу почему, и имеем проект, чтобы литовское государственное радио, телевидение и латышское приняли договор, чтобы постоянно шли передачи о событиях в Латвии и у вас о событиях в Литве, чтобы ради телепередачи менялись. Латышские националисты пока что хотят 10% у них здесь в парламенте, но насчет этого еще ничего не достигли. У нас меньше, тоже у нас, это гостелерадио у нас полулиберальное, полупедерастное. Так что тоже ничего не получилось, но в будущем надо иметь в виду, и такую общую передачу иметь и в Риге, и в Вильнюсе, и это может и будет как будто, ну как будто связи мостом между народами. А если наши номенклатуры не согласятся на это, так можем даже поговорить об общем референции, чтобы, скажем, полпроцента национального бюджета, и у вас у нас всегда, в каждом году шло на обучение совместных языков и радио-телепередачи, чтобы это было, даже до этого можем выйти. Те латыши, с которыми мы общаемся здесь, видя так, ну так я всматерялся за два года, они такие рижские политики, и из латышской провинции, среди них нет. И их не очень волнует малая рождаемость в Латвии, как будто они, как городские люди, еще не очень поняли опасность. Опасность может быть для нашего и вашего народа очень такая простая ситуация. Ну, допустим, из-за климатических изменений в планете производят очень большое наводнение в том же Бангладеши, где живут 100 миллионов человек. И 50 миллионов человек надо где-то в мире расселить. Евросоюз принимает 10 миллионов и для нас назначает 2 миллиона. Конечно, наши политики и ваши, и наши, скажут, о, все мы принимаем. И все. Вот такая очень обычная ситуация, она может быть такая. Я не говорю уже про других, про другие проблемы. Хотя, конечно, в мире есть и народы, из которых, если к нам приедут одна, другая тысяча, мы будем рады. Допустим, с Японии приехало бы тысячи японцев в Литву. Ну, я не знаю. Может, и хорошо, чтобы вы поучили нас жить. Ну, ехать. И немножко о литовских специфических проблемах тут вы не говорите. Как вы знаете, Литва официально наша власть строит одну станцию, совместно с Латвией и с Эстонией. Все было бы хорошо, но Путин начал строить две станции. Одну здесь, возле Вильнюса, другая здесь. И все стройки сейчас идут официально. И нас беспокоит перспектива, что мы чувствуемся между тремя атомными станциями. Из них, которые там будут управляться Путиным с Москвы. Так что у нас антиатомные строения очень продолжаются. И, наверное, мы откажемся от своего проезда. Вот в парламенте сейчас придется закон. Встретиться не то с атомными станциями совместно с японцами, я так думаю, не пройдет. Так что, извините, строили вроде бы вместе, но мы откажемся от антистанции. Поздравляем! Поздравляем! Браво деньги! Еще специфическое, как вы знаете, мы здесь матуши, литовцы, но мы должны в таком собрании обязательно вспомнить тот народ, который жил здесь. Прусс. Они исчезли, остатки какие-то есть еще. Есть организации, которые обменяют пруссов, живущих в Литве, в Латвии, в Польше, в Германии. Они обычно люди старые, возрождают прусский язык, грамматику. И мы специально, мы особенно еще катались людьми, живущими на Калинингарской области. Там у них приходят уже большие изменения. Они прожили 20 лет между странами Евросоюза. И выросло новое поколение, которое с Москвой имеет не очень многого общего. Больше связывается с нами, с поляками, с немцами. И они мечтают об автономии от Москвы. И борются со своей атомной станцией. Тем более, в Калинингаре правящая партия уже проигрывает. Все, у них растет новая своя элита. Люди пытаются понять, где они, ну, где они очагились. И вот я хотел их привезти сюда, но они довольно честно ищут своего места в мире. И сказали, что поскольку у вас русские организуют этот референдум насчет второго языка, мы не хочем ехать, нам стыдно за зало души русских. Так что люди есть и честные, как будто. Вот такие. Можем вопросов? Вопросы, есть? Я хотел бы, чтобы вы обратили внимание, какая идеальная при объединении Латвии и Польши, и Литвы, какая идеальная конфигурация у наших стартов. Форма, да? Ну, я официальный человек, границ не буду изменять, но нынешние, нынешние способы общения между народами позволяют общаться и, имея эти границы, как есть. И мы, конечно, должны сближаться, во-первых, нарушили сносы. Мы с белорусами очень много в контакте. Поскольку белорусы тоже понемножку приближаются к мысли, что они также бывшие БАУТы, только словевшие. И у них есть люди, которые обязательно учат бактыйских языков. И наши РИАУТы, конечно, не так уж махают. И калининградцы тоже так с любовью смотрят на Литву. Ну, у них выбор между Польшей и Литвой, так они больше в Литву. Я хотела только добавить, что это не думано так, что мы с немцами как страны. Это не важно, что мы могли бы попробовать одну систему поставить хорошую, чтобы изменить эту систему общества и саму методику, может быть, вместе использовать для обоих стран. И если попробовать новую систему страны сделать вместе, тогда вдруг в двух разных странах будет одна система, и тогда будет это сердечко. Вроде так было думано. Но это, конечно, большая работа. Так что, конечно, пройдут века, но как века нас разделили, так, наверное, может быть, века и соединят, поскольку в большом море больших народов, которые рядом с нами, ну, как сказать, волнуются, нам обязательно надо будет найти какую-то общую политику. Я не говорю, что это общее государство, но общая политика. Вот. А несмотря на восток, мы пытаемся найти русские тоже после всей этой Советской империи, после всей революции, русский народ тоже ищет своего места. Сейчас, как вы знаете, в России возродился новый национализм, который уже имеет черты европейского национализма. То есть они прямо заявили Путину, что надо отказаться от Кавказа, и предложили либералам поддержать это требование, и они уже никак не хотят выходить за рамки России нынешней, и мы с ними немножко общаемся. И надо понять, что недалеко в то время, когда мы будем радоваться, что между нами и китайцами исчезли русский народ. Так что с ними тоже надо искать пути. Абсолютно. Абсолютно. Очень важно. Большое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...